Приветствую вас дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект про нас предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Ваня Скоробогатов. Натаниэль Краевер. Усыновленный супружеской парой из США российский мальчик, смерть которого вызвала широкий общественный резонанс. Ваня родился 4 февраля 2002 года в городе Троицке-Челябинской области и вместе с сестрой-близнецом был брошен своими биологическими родителями. В детском доме дети-близнецы получили имена Ваня и Даша Скоробогатовы, а настоящие родители детей установлены не были. Согласно медицинскому освидетельствованию, дети страдали от алкогольного синдрома плода и реактивного расстройства привязанностей. В момент рождения Ваня весил всего полтора килограмма и свой первый год жизни вместе с сестрой провел в больнице. В 2003 году по решению российского суда Ваня с сестрой были усыновлены американскими супругами Краевер, которые проживали в городе Йорк. Приемным отцом Вани и Даши стал Майкл Краевер, 39-летний отставной солдат военных воздушных сил США, а приемной матерью его 48-летняя жена Нанет Краевер. Майкл и Нанет Краеверы, немолодая и респектабельная пара из города Кэрол Тауншип, штат Пенсильвания, США, нашли Дашу и Ваню через американскую аккредитованную фирму. «Решение о том, чтобы отдать детей за рубеж, принималось через суд», говорит министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман. Краеверы привезли в Россию четыре десятка документов, в том числе и справки о психическом здоровье, которую, кстати, выдали американские врачи. После этого их два часа допрашивали прокурора-судья, и все прошло замечательно. Американцы казались идеальными кандидатами. Так полуторагодовалые приемные дети Даша и Ваня получили в Америке новые имена Натаниэль и Элизабет Краевер, и поселились в Пенсильвании. В связи с продолжающимися медицинскими и психологическими проблемами, дети в Пенсильвании неоднократно проходили курсы лечения и не начали посещать школу в положенный срок, а проходили обучение на дому. По закону, фирма-посредник в течение трех лет после усыновления должна ежегодно приходить в семью и проверять, как живется деткам. Потом эти отчеты отправляются на родину малышей. «С отчетами было все идеально», – говорит Гартман. «Фото счастливых детей, описание быта, отчеты о походах к врачам. Они даже присылали эти документы в срок, хотя многие заграничные усыновители просто забывают о них». Натаниэль полностью адаптирован к Майклу и на Нанет Краевера, – говорится в отчетах. Родителям кажется, что мальчик всегда был членом их семьи. Краеверы говорят, что сами они легко приняли изменения в семье. Целью их жизни теперь стали дети. Близнецы едят очень хорошо, но их внимание легко отвлечь во время приема пищи. Часто детям приходится напоминать о том, что нужно есть, а не разговаривать. Оба ребенка обладают волевым характером, они все хотят делать самостоятельно. Натаниэль говорит, что его любимая игрушка – сборные грузовики. Ему нравится читать книжки родителям, после того, как они прочтут их ему. Также он любит смотреть мультик «Томас Бензобак», кататься на машинке и строить из кубиков. Органы опеки и попечительства проводили положенные проверки, по итогам которых Краеверы нареканий не вызывали. Более того, усыновление было признано экспертами крайне успешным. Поэтому контроль был снят в 2006 году. А уже в 2008-м Краеверов пытались лишить родительских прав. Рутинная проверка органами опеки показала, что в семье к детям относятся крайне плохо. Но больше в материалах следствия нет никаких подробностей, по каким причинам это было сделано. Я знаю, что у них двое усыновленных детей из России, брат и сестра, по-моему, близнецы. Переехали они сюда около четырех или пяти лет назад и были хорошими соседями. Судя по тому, что я видел, на мой взгляд, нормальная семья, ничего необычного. Да, тихая семья, но знаете, здесь большинство таких. Очень трудно поверить в случившееся. Такое ощущение, что кто-то что-то напутал, какая-то ерунда получается. Но на самом деле никогда не знаешь, что происходит. Я видел, что он заботится о детях, никогда не слышал от него грубого слова в их адрес или чего-то такого, из чего стало ясно об издевательствах над ними. Но кто знает, что происходит за закрытыми дверями. Как отмечали СМИ, родители Майкла Крейвера, приехав в гости к семейной паре, обратили внимание на синяки на теле Натаниэля. Сэнди Крейвер, мать Майкла, рассказала полиции, что когда они с супругом приехали навестить семью в День памяти, она была очень удивлена, что глаза мальчика были раздуты и полностью закрыты, а на его голове была шишка размером с яйцом. Когда она спросила Майкла о состоянии здоровья приемного внука, тот быстро и с раздражением ответил, что ребенок постоянно расцарапывает себе глаза, сообщает газета. По словам бабушки Натаниэла, они с супругом видели, что мальчик периодически натыкался на мебель, углы и предметы интерьера. Однако было заметно, он до дрожи боялся наказания за любую, даже мелкую провинность. Еще одна родственница, тетка, вспоминала, как однажды мальчик умоляюще вцепился в нее и ни за что не хотел отпускать. На голове женщина случайно обнаружила огромную шишку. Упал, пожали плечами крейверы. Но тем не менее, все эти ситуации привели к трагедии. Мальчик поступил в больницу в августе 2009 года. Врачи подключили ребенка к аппарату искусственного дыхания, но через несколько дней по настоянию родителей система жизнеобеспечения была отключена. 24 августа 2009 года в госпитале от черепно-мозговой травмы скончался усыновленный супругами в России 7-летний Натаниэль Крейвер. До усыновления Ваня Скоробогатов. По сообщению офиса районного прокурора, вскрытие установило, что на теле мальчика насчитывалось более 80 видимых ран и повреждений, 20 из которых медики нашли на голове. Кроме того, по заключению экспертов, по всей вероятности, приемные родители не показывали мальчика врачам более года. Ребенок был сильно истощен. Ваня весил меньше чем 95% своих сверстников. 41 фунт, 18,5 килограмм. В его мозге была обнаружена опухоль. Однако Крейверы утверждали, что мальчик был психически нездоров и сам нанес себе тяжелые травмы. Родители не оказали ребенку необходимой помощи по сохранению его жизни. Они ответственны за его смерть, которая наступила в результате черепно-мозговой травмы. Родители заявили, что ребенок упал, однако очевидно, что он не мог получить столь многочисленные повреждения. Заявил прокурор округа Йорк штата Пенсильвания Тим Баркер. Сестра-близнец Вани Скоробогатого сейчас под надзором органов опеки у родственников Крейверов. Власти утверждают, что девочка вне опасности. После инцидента полиция допросила родителей, однако они заявили следствию, что незадолго до смерти Натаниэль упал, ударившись головой о камин. Согласно материалам следствия, Наннет Крейвер заявила, что в момент, когда мальчик упал, она якобы слышала его крик. Приемная мать также рассказала, что после того падения на голове ребенка появился небольшой синяк и шишка. Инцидент произошел вечером, она дала ему лед и положила в кровать. Однако, когда проснулась утром, ребенок был без сознания, но дышал. Спустя неделю Натаниэль, как рассказал следователям приемный отец, сам сбросился вниз со ступеней лестницы и ударился головой об упору. Крейверы заявили, что ребенку ранее было предписано лечение для того, чтобы он не ранил себя. Однако, они прекратили этот курс лечения, так как оно не помогало. Следователям потребовалось полгода, чтобы собрать доказательства вины американской супружеской пары и довести дело до суда. В ходе расследования была установлена личность биологической матери двойняшек Вани и Даши Скоробогатовых. Женщина рожала под именем своей подруги-собутыльницы и сбежала из роддома, бросив детей. Спустя год, малышей определили в Троицкий дом ребенка. Добавим, что эта женщина умерла 15 февраля 2010 года от переохлаждения, так и не узнав о смерти брошенного малыша. А Ирина Скоробогатова, чья фамилия была использована при регистрации детей, скончалась еще раньше, в 2009 году. 26 февраля 2010 года в округе Йорк, штат Пенсильвания, полиция арестовала супругов. Им были предъявлены обвинения по пунктам создания угрозы жизни, убийства и преступный сговор. Крейверы были помещены под стражу в Йоркскую окружную тюрьму. Суд отказал им в праве выхода на свободу под залог. 3 марта 2010 года МИД РФ сообщил, что после контактов российских дипломатов в Госдепартаменте по делу Ивана Скоробогатова американская стороне была передана нота, в которой выражалось возмущение в связи с нарушением США двусторонней консульской конвенции. Также в ноте американской стороне указывалось на нарушение норм межгосударственных отношений, поскольку американская сторона не уведомила российскую сторону о гибели российского гражданина. Следователи в РФ возбудили уголовное дело в связи с гибелью ребенка по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, части 2, статьи 105 УК РФ. Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, Следственный комитет был вынужден возбудить уголовное дело по факту гибели Ивана Скоробогатова в Америке, поскольку крейверы подделали ряд документов, подаваемых на усыновление. В частности, они немного убавили свой возраст и скрыли факты о собственной неуравновешенности и том, что состояли на учете у психиатров в связи с нестабильностью психики. В конце апреля 2010 года состоялись первые слушания по данному делу. 24 мая 2010 года прошло очередное заседание суда, в ходе которого обвинение проинформировало крейверов, что намерено требовать для них на процессе смертной казни, апеллируя на суде к тому, что погибший был ребенком и его смерть наступила в результате многочисленных ранений и побоев, которые можно расценить как пытку. В ходе заседания суда 14 июня 2010 года обвиняемые крейверы не признали себя виновными ни по одному из выдвинутых пунктов обвинения. Судья Джон Кеннеди назначил очередные слушания по делу на 22 сентября. 22 сентября 2010 года Майкл Крайвер получил разрешение на общение с Ваниной сестрой-близнецом, Дашей Скоробогатовой. Обвинение не возражало против общения между отцом и удочеренной девочкой, получившей в США имя Элизабет, в виде переписки при цензуре органов детской опеки. На тот момент Элизабет проживала у родственников крейверов, ей исполнилось 8 лет. Она находилась под опекой представителя государственных органов попечения. В ходе очередных слушаний 19 ноября 2010 года суд ответил отказом на ходатайство адвокатов, обвиняемых в смерти ребенка супругов крейверов. Их защита просила судью перенести процесс в другой округ, либо пригласить присяжных из соседних районов, чтобы обеспечить беспристрастность суда. Адвокаты мотивировали ходатайство тем, что в округе Йорк дело об убийстве ребенка из России вызвало негодование местных жителей, и те априори настроены против крейверов. Защита также апеллировала к тому, что смертная казнь является жестоким рудиментом в системе правосудия. Однако прокуратура подтвердила свое намерение потребовать на процессе смертную казнь для крейверов, и суд согласился с их правом. Представители обвинения предъявили суду шокирующие фотографии погибшего Вани со следами многочисленных ран, сделанные, когда ребенок находился на больничной койке. Несмотря на протесты защиты, большинство из этих снимков будет предъявлено суду присяжных в качестве доказательств того, что ребенка истязали. Процесс над супругами начался 6 сентября 2011 года в графстве Йорк штата Пенсильвания. Отбор присяжных проходил 30 августа в режиме секретности из-за опасений, что освещение этого процесса в местной прессе могло бы повлиять на позиции потенциальных присяжных и осложнить его. Помощник адвоката Классина Махоной сообщила присяжным заседателям, что мальчику были поставлены диагнозы фетальный алкогольный синдром и реактивное расстройство привязанностей. Эти болезни, которыми страдал ребенок, стали причиной того, что он себя поранил. После выступления защиты заместитель генерального прокурора Тим Баркер описал раны, которые были на теле погибшего. При этом Баркер особо обратил внимание присяжных на голову мальчика, которое распухло настолько сильно, что, по словам очевидцев, Натаниэль походил на маленького монстра. По словам замгенпрокурора, некоторые из тех, кто увидел лицо погибшего российского мальчика, не могли сдержать слез. 16 сентября 2011 года суд присяжных в штате Пенсильвания признал супружескую пару Нанет и Майкла Крейверов виновными в непредумышленном убийстве, а также в четырех случаях оставления ребенка в опасности и в преступном сговоре. До вынесения приговора суд позволил освободить Крейверов под залог в 50 тысяч долларов за каждого. После длительного разбирательства суд присяжных посчитал, что обвинение не предоставило достаточных доказательств в пользу того, что супруги Крейвер умышленно убили Ваню. Однако, признали супругов виновными в убийстве по неосторожности и неосторожном обращении с детьми. Согласно законодательству США, наказание по такому обвинению может составлять от 16 месяцев до 4 лет. 18 ноября 2011 года судья, определяющий приговор в рамках предписываемых законом, избрал минимальный срок заключения 16 месяцев. В связи с тем, что супруги к моменту оглашения вердикта присяжных уже провели в тюрьме 19 месяцев, суд освободил их. Поясняя решение о длительности приговора в своем выступлении, судья указал, что считает супругов Крейвера в настоящее время не представляющих угрозу для общества и что более длительный срок заключения не сможет послужить полезным примером для других потенциальных нарушителей. Защита в своем последнем слове подчеркнула, что в результате случившегося супруги Крейвер потеряли своих детей. Даша была отобрана органами опеки и живет с родственниками Крейверов. Потеряли работу, свой дом и все свои сбережения, ушедшие на оплату многолетних судебных издержек. 3 декабря 2011 года Крейвера объявили о своем желании добиваться нового суда, продолжая настаивать на своей полной невиновности в смерти приемного сына. Они также заявили о своем намерении регулярно контактировать с Дашей, сестрой Вани. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации, Павел Астахов, считает назначенное наказание чрезмерно мягким и уже обратился с соответствующими заявлениями к генеральному прокурору и госсекретарю США. Об этом он написал в своем микроблоке в Твиттер. «Наказание за убийство Вани считаю чрезмерно мягким. Считаю, что прокуратура штата Пенсильвания должна обжаловать это решение и требовать более сурового наказания. Направил обращение госсекретарю США Хилари Клинтон. Считаю, что она должна взять дело Ванечки на особый контроль и добиться справедливости. Обратился к генеральному прокурору США Эрику Холдеру. Считаю, что прокуратура должна протестовать необоснованно мягкий приговор». Однако 28 ноября 2011 года Басманный суд города Москвы отклонил ходатайство Следственного комитета о заочном аресте супруга в Крейвер. Судья мотивировал свое решение тем, что супруги уже были осуждены в США, а Следственный комитет России не представил каких-либо доказательств по делу. Прокуратура города Москвы также не поддержала инициативу Следственного комитета и выступила против ареста супруга в Крейвер. Омбудсмен также добавил, что, по его мнению, российские дети, усыновленные в США, должны получать равную, надежную защиту. За смерть ребенка виновный должен расплачиваться своей жизнью. А вы как считаете? Согласны с высказыванием омбудсмена? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok